А главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Битва за звук. Возле Рады потасовка активистов и правоохранителей. Что не поделили? Не досчитались раритетов. Из Львовской галереи искусств исчезли порядка 600 экспонатов, где ценности. Армия бывших в Днепре директором школ аннулировали контракты. Сколько учителей без работы? Эхо референдума Каталония пытается противостоять решению испанских властей. Спокойно ли на улицах? Как все было? На месте кровавого ДТП на улице Сумской в Харькове провели следственный эксперимент. Правоохранители устроили его накануне вечером в то же время суток, когда произошла трагедия. Полиция перекрыла движение по двум улицам, по которым двигались Туарег и Лексус Алены Зайцевой. Сама виновница ДТП в эксперименте не участвовала. Эксперты оценивали общую видимость дороги, расположение машин, траекторию их движения и замеряли тормозной путь. По итогу никакой информации не обнародовали. Напомню, авария, которая унесла в жизни четырех человек, произошла 18 октября. Лексус дочери харьковского бизнесмена после столкновения с Туарегом вылетел на тротуар и избил пешеходов. Девушку задержали на месте, в ее крови обнаружены опиаты. Суд отправил Зайцеву под арест на два месяца без права внесения залога. Новое столкновение возле Верховной Рады. Митингующие заявили, что полицейские блокировали их автомобиль со звуковым оборудованием. После словесной перепалки протестующие попытались прорвать заграждение силовиков, но неудачно. Тогда они обратились к руководству полиции и нацгвардии с требованием пропустить грузовик. Но им только позволили занести технику к сцене вручную. Президент побывал сегодня в прифронтовой Авдеевке. Вместе с министром обороны Петр Порошенко обсудил ситуацию на фронте. И встретился с бойцами 72-й механизированной бригады черными запорожцами. Они уже год держат оборону под Авдеевкой. Президент пообещал им ротацию. По его словам, уже в ближайшее время 72-я, 14-я, 92-я и 53-я бригады вернутся в места постоянной дислокации. На Волынь, Белую Церковь, Чугуев и Северодонецк. Держать позиции. Вместо них придут другие подразделения. Порошенко также вручил награды военным и поблагодарил их за профессионализм и стойкость. Тут, в Авдеевце, демонстрируемо, что такое украинские войска. И именно поэтому я сегодня тут, как президент, как Верховный Главнокомандующий, для того, чтобы подяковать каждого из вас за взрословое выполнение поставленных задач. Вам сегодня верит украинский народ. Вас боится враг. Наши позиции под Авдеевкой, где проводил встречи президент, сегодня обстреливали боевики. Всего противник пять раз открывал огонь по украинским армейцам. Один военный получил ранение. Какую тактику все чаще используют боевики в материале Руслана Смещука? Позиции под Павлополем в районе пункта пропуска пищевик. С началом сезона дождей и туманов о себе дает знать близость Азовского моря, характер боевых действий на этих позициях изменился. Боевики стали чаще использовать тактику тревожащего огня. На руку идаем, когда гроза, туман, дождь. Звук рассеивается и тяжело тогда понять, откуда идет пострел. Пьют они неприцельно. Работают один, два, максимум три пострелы и ховаются. Возле позиции не разорвавшиеся боеприпасы боевиков. До противника отсюда, что называется, рукой подать. Иногда перестрелки завязываются на очень короткой дистанции. По прямой 850 метров, а на правую, ну, сколько, 100 метров. Это сразу за дорогой, там посадка их, справа от нас. То есть довольно близко. Стрелковая была кулемет, гранатометы и паромин прилетели. Вот так, в принципе, нормально. А еще рядом проходит дорога, которая от пункта пропуска пищевик ведет на неподконтрольную территорию. Ее в качестве прикрытия часто используют боевики, рассказывают военные. На этих позициях служат необычные бойцы. Валерий и Андрей – отец и сын. Валерия мобилизировали еще в 2014-м. Спустя два года его сын тоже пошел на фронт. Сюда. Мужчины говорят, вместе легче тянуть армейскую лямку. Редно влюблено, конечно. Бо я знаю, что это такое. Редно влюблено. В его руки сейчас не надо все видеть. Я считаю так. Ну, так все хотелось попробовать. Что бы на такой семье есть. Когда тату был у меня, я чувствую, что у меня есть поддержка. Все-таки родная людина. Иду домой, в принципе, не так я. Уйти на гражданку отец и сын планируют после победы. Руслан Смещук, Вадим Римун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». В Каире сегодня хоронили силовиков. Несколько десятков полицейских погибли накануне в пригороде египетской столицы. Все они участвовали в операции по задержанию боевиков ИГИЛ. Почему все закончилось таким количеством жертв, расскажет Сергей Ослендер. Количество жертв огромное. Арабская пресса на все лады обсуждает подробности побоища. Исламским боевикам, как выяснилось, удалось заманить полицейских в засаду. Когда конвой правоохранителей оказался в центре жилого квартала в Гизе, это дальний пригород Каира, террористы с крыш домов открыли шквальный огонь из пулеметов и гранатомета. В первые полчаса полицейские вели бой в полном окружении, пока к месту не подоспело подкрепление. Поначалу сообщалось о 15 погибших сотрудниках, но позднее выяснилось, что погибли 58 силовиков, среди них даже бригадный генерал полиции. Убитые 16 боевиков. Обстановка в столице, да и вообще в Египте явно накаляется. ИГИЛ предпринимает попытки проникнуть в эту страну и завербовать там максимум сторонников. Дают понять, что они будут продолжать свою деятельность и в арабских странах, и на территории Европы, и США. Имеется в виду, конечно же, не создание халифата как такового. Этот этап жизни, видимо, закончился. А продолжение деструктивной террористической деятельности с тем, чтобы продвигать свои цели. Египет уже несколько лет ведет с террористами настоящую войну. Основные боевые действия сосредоточены на Синайском полуострове. Используют тяжелое оружие, и танки, и артиллерию, и даже авиацию. Нередко в боевых действиях принимают участие израильские самолеты, которые наносят удары по позициям боевиков. А разведка сообщает египтянам о передвижениях террористов. Но последние не собираются сворачивать свою деятельность. И периодически наносят по египетским военным удары. Последний из них — это нападение на армейский блокпост в районе города Эль-Ариш. Тогда погибли шестеро военных. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Аинтер. Быть или не быть в Каталонии независимой. Несмотря на референдумы, громкие заявления, статус одного из самых богатых регионов Испании так и не определен. Центральная власть еще накануне заявила о распуске каталонского правительства. Но уже завтра там на внеочередное заседание собирается парламент. Поддержать местную власть на улице снова вышли тысячи людей. Все подробности в следующем материале. Тысячи людей на улицах Барселоны. Каталонию еще со вчера захлестнули новые протесты. Жители снова вышли отстаивать независимость, которую местная власть до сих пор не провозгласила. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, не дождавшись четкого ответа, еще накануне попросил каталонские власти вернуться в правовое русло. Иначе Мадрид возьмет регион под свой контроль, руководствуясь 155-й статьей Конституции. Мы отстраним от власти главу правительства Каталонии, всех его заместителей и консультантов. Их функции возьмут на себя органы, созданные центральной властью страны. Такой ультиматум пришелся не всем по душе и вывел на улицы тысячи людей в Каталонии. Они требовали от местной власти как можно быстрее провозгласить независимость. Уже поздно вечером каталонский лидер обратился к народу, но о независимости ни слова. Вместо этого выдвинул свой ультиматум Мадриду, мол никаких условий не потерпит. Ни каталонские власти, ни сами каталонцы не потерпят подобных ударов. Уничтожить каталонское правительство, как это представила центральная власть, и отстранить от публичных медиа, это противоречит всем демократическим принципам и выходит за рамки закона. Пучдемон также обратился к ЕС, мол европейские ценности в Каталонии оказались под угрозой. Брюссель пока не отреагировал на заявление каталонского лидера. Ранее там не признали референдума независимости и призывали одуматься. Мадрид, в свою очередь, обратился к Барселоне. Так была ли в регионе провозглашена независимость? Но четкого ответа не услышал. В итоге центральная власть объявила о распуске каталонского правительства. Теперь Барселона обещает провозгласить независимость в понедельник, 23 октября. У Пучдемона есть несколько вариантов. Провозгласить независимость, как он обещал, но это только усугубит ситуацию. Еще есть возможность заключить пакт с центральной властью, но здесь тоже возникнут сложности. Мадрид не станет выполнять то, что хочет каталонская власть. На завтра лидер каталонского правительства созывает заседание парламента, чтобы обсудить ситуацию и наметить дальнейшие шаги. Будет ли провозглашена независимость региона, Пучдемон не уточнил. В свою очередь, Мадрид просит каталонцев игнорировать любые решения местной власти и готовится к передаче полномочий органам подконтрольным Испанией. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Больше самостоятельности требуют и два итальянских региона. В Ломбарде и Венето сегодня проходят референдумы о расширении автономии. Местные власти хотят увеличить свои полномочия в сферах безопасности, миграции и образования. Вопрос отделения от Италии не рассматривается. Конституция страны разрешает проводить местные референдумы, но юридической силы они не имеют. Ломбарде и Венето одни из богатейших итальянских территорий и жители там часто жалуются, что их налоги идут в центр и тратятся на более бедные регионы. Из футбола в политику бывшего игрока киевского «Динамо» Кахо Каладзе избрали мэром Тбилиси. Каладзе – кандидат от полицилы «Грузинская мечта». Она была создана пять лет назад как оппозиция к тогдашнему президенту Саакашвили. За Каладзе проголосовал 51% избирателей. Своего оппонента он опередил почти на 35%. Напомню, Кахо Каладзе был защитником «Динамо», «Милана» и «Дженуа». Несколько раз признавался лучшим футболистом Грузии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Дональд Трамп метит на второй срок. Он уже подумывает о выборах 2020 года и настроен на победу. Такие выводы сделала местная пресса из его последних заявлений. Кого Трамп видит своим соперником и что отвечает на обвинения в связях с Россией, расскажет Дмитрий Анопченко. Казалось бы, противостояние Трампа и Клинтон со всеми связанными с ним скандалами и хакерскими атаками теперь уже в истории. Но президент США неожиданно вернулся к этой теме. Вынося на публику внутренние разговоры в команде, написал в Твиттере. Надеется, что его соперница выдвинет кандидатуру вновь в 2020-м. Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари баллотироваться в 2020-м году. Мой ответ был таков. Надеюсь на это. Страна в ответ заволновалась, мол, неужели придется пережить все это снова. Но журналисты из президентского пола, а у них-то прямой доступ к ключевым членам команды, говорят, все не так однозначно. Дело в том, что окружение действительно обсуждало с Дональдом Трампом, кого вечные соперники демократы намерены выставить против него на новых президентских выборах через три года. И вот по той информации, которая обсуждается в Белом доме, якобы это будет Джо Байден, вице-президент времен Обамы. Ну а Трамп в ответ сказал, с Байденом бороться будет сложно, лучше бы Клинтон снова баллотировалась. Рассказывают, политик всерьез думает о втором сроке и даже уверен, что победит. Мол, скандалы к тому времени утихнут и поводов для обвинений больше не будет. А основной из них возможные связи с Россией и это расследование давно пора закончить, заявил Трамп журналистом, выступая в розовом саду Белого дома. Сказал, абсолютно никакого сговора и не было, мол, это демократам понадобилось оправдание, почему они выборы проиграли. Комментируя происходящее в прессе, сегодня пишут, по всей видимости, страну морально готовят к возможности второго срока Дональда Трампа. Ну а его самого к ситуации, когда он не будет больше отбиваться от нападок прессы и не будет в ситуации вечно защищающегося. А начнет атаковать, как он делал уже не раз, в том числе и в ходе избирательной кампании. Но есть препятствия, Конгресс, где все активнее хотят контролировать президента. Причем не только и не столько демократы, сколько его собственная партия. А для этого сенаторам как раз и нужны длительные расследования. Ведь стоит поставить в них точку и рычагов влияния на Белый дом больше не будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. 12 незаконных мигрантов. Продолжение следует... 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 ...стали реальностью. Вот так 2 июля выглядел поселок городского типа Чернобай. Больше всего пострадала районная больница. Создание сорвало всю кровлю, выбиты окна. Спустя 4 месяца клиника, как новенькая, уверяет замгла врача. Убытки от урагана только в больнице составили почти 5 миллионов гривен. Сначала ремонт сделали в операционном блоке, реанимации, родильном отделении и якобы полностью восстановили крышу. Но вот эти потеки на потолке и стенах в отделении гинекологии совершенно свежие. Объяснить откуда они замгла врача категорически отказался. Персонал больницы тоже пытается отмолчаться. На Акушерском гинекологическом отделении уже в минулой пятнице полностью все было укрыто. Минулой пятнице. Тут уже в пятнице не было? Ну, над пологовым отделением было укрыто зараз, там, может, и не зависит заранее. А над гинекологическим, то трошечки были затримки. Это видео сделали пациенты больницы. Так выглядит запасной выход из отделения. Стены и потолок в свежих потеках. Кое-где начинает проступать грибок. Главврач, хоть и была в командировке за 200 километров от Чернобая, узнав о визите съемочной группы подробностей, примчалась в течение часа. Показывать отделение гинекологии тоже отказалась. Пациенты сняли на видео и палаты гинекологического отделения. Картина не лучше, чем на аварийном выходе. Глава райадминистрации объясняет, почему так долго не делали ремонт. Денег катастрофически не хватает. Некоторые админздания в райцентре до сих пор стоят без крыш. Убитки района от стихии оценили в 200 миллионов гривен. Большое работа нам догадались делать в борг. Только два недели назад Кабинетом министров было принято постанову про выделение денег. На сегодняшний день, на жаль, денег еще из государственного бюджета на ликвидацию последствий надзвучайной ситуации мы не получили. Окончательно закончить все восстановительные работы смогут, когда придет помощь из Кабмина. По данным чиновников, деньги в районный бюджет, а это 3 миллиона 200 тысяч гривен, должны поступить в ближайшие дни. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. На Японию обрушился тайфун Лан. Отменены сотни авиарейсов. Железная дорога работает с перебоями. А вот выборы, несмотря на тайфун, решили не отменять. Сегодня японцы голосовали за депутатов Нижней палаты парламента. По последним опросам лидирует партия премьер-министра Синдзо Абе. Полицила может получить 311 мест в парламенте, всего их 465. С таким результатом Абе сможет внести изменения в Конституцию. Он неоднократно заявлял, что хочет реформировать силы самообороны Японии в национальную армию. Такое решение могут принять впервые после Второй мировой войны из-за угроз со стороны Северной Кореи. В Великобритании предлагают вдвое сократить палату лордов. Сейчас там свыше 800 человек. Больше депутатов только в парламенте Китая. Устоят ли многовековые традиции перед оптимизацией и экономией, выясняла наш британский судкор Светлана Чернецкая. В Верхней Палате Британского Парламента рекордное количество членов. Более 800. Зал же для голосования рассчитан на 400 человек. И в правительстве то и дело твердят, палату нужно реформировать. Но сделать это не так просто. Дело в том, что в Палате лордов уважаемые члены британского общества, которых нельзя просто уволить. Это наследственные пэры, религиозные лидеры, а еще пожизненные лорды. Их больше всего, и именно с них и планируют начать сокращение. Титул лорда дарует Ее Величество с подачи премьера. За особые заслуги и зачастую людям преклонного возраста. Большинству лордов под 90. Одно из предложений по реформированию Палаты сократить срок парства с пожизненного до 15 лет. Абсурд. Палата лордов значительно больше, чем палата общин. Все-таки мы выборная палата. И я уверен, что справедливо было бы сократить количество ее членов вдвое. С 2014 года пожизненным лордам разрешили идти на пенсию, при этом сохранив титул. Но таким правом пользуются единицы. Сегодня, к примеру, всемирно известный композитор сэр Эндрю Ллойд Вебер сообщил, что вынужден уйти из палаты лордов, поскольку из-за Брекзита работы прибавилось, а он хочет заниматься искусством. Впрочем, музыкант мог бы числиться в парламенте и дальше, получая при этом зарплату. Ее начисляют за каждый день посещения палаты, но никто не проверяет, был ли человек на самом деле в зале. Среди пэров есть и те, кто ни разу в жизни не голосовал и не принимал участие в обсуждениях. Так что причины сокращать палату очевидны. Вот только отказаться от многовековых традиций в консервативной Британии не так-то просто. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в развлекательном центре Бермудапарда в городе Нанитон. Полиция пытается с ним договориться, но никаких деталей пока не сообщает. Известно только, что мужчина вломился в зал боулинга с ружьем. Людей просят держаться подальше от развлекательного центра. Некоторые очевидцы оставляют сообщения в соцсетях, что не могут выйти даже из соседних зданий. Если двойник у Мелании Трамп на чьи похороны потратит 90 миллионов долларов, и зачем кукле Барби макияж? Об этом не только в нашем международном обзоре. Ненастоящая Мелания Трамп, первую леди США, заподозрили в использовании двойника. СМИ и пользователи соцсетей считают, что супругу президента на некоторых публичных мероприятиях заменяет другая женщина. Слухи возникли еще неделю назад, когда Мелания в пасмурную погоду пришла на встречу с прессой в черных очках. К тому же она стояла молча и не комментировала никаких высказываний Дональда Трампа. Мода на скромность. В Лондоне состоялся показ закрытых женских нарядов. Модели ходили по подиуму в накидках и длинных платьях, некоторые даже были в хиджабах. По словам дизайнеров, коллекция сделана специально для девушек, которые хотят одеваться стильно, но предпочитают не открывать некоторые участки тела. В Бангкоке отрепетировали похороны правителя Рамы Девятого. Массовая процессия торжественно шествовала по улицам города, неся пышно украшенные, но пустые траурные носилки. Тысячи людей в слезах прощались с обожаемым монархом. Умер Рама Девятый еще в октябре прошлого года, но торжественное сожжение тела короля состоится только через четыре дня. Массовость и роскошь мероприятия обойдется государству в 90 миллионов долларов. Жители Нью-Йорка вовсю готовят своих питомцев к Хэллоуину. Хозяева вывели собак на площадь Томкинс, чтобы те демонстрировали яркие праздничные костюмы. Четвероногие ходили в героев Игры Престолов, рыбок из мультиков и даже в Дональдов Трампов. В новых нарядах красовались и сами хозяева. Парад проводят ежегодно и в нем принимают участие тысячи домашних питомцев. Барби от Кутюр. Французские дизайнеры создали серию одежды для именитых детских кукол. Новую модную линию представили на выставке в Париже. Барби красовались в ярких бразильских купальниках, повседневных французских нарядах и даже в традиционных африканских платьях. Как на модном показе, у каждой куклы были индивидуальные аксессуары, прическа и макияж. Послание из прошлого в Юрьевской школе, это в Днепропетровской области, открыли капсулу, которая пролежала под землей 50 лет. В ней письмо обращения учителей и учеников 1967 года к учащимся 2017-го. Вместе со школьниками читали и наши корреспонденты. Капсула с посланием полвека пролежала под этой бетонной плитой. Бумага за 50 лет немного испортилась, но текст легко читается. Когда его написали, Александр Буряк учился в восьмом классе. Он сразу же узнал почерк своего учителя, который записывал послание. На нескольких листах дети и педагоги описали свои достижения. Имена победителей районных конкурсов, спортсменов и лучших умельцев различных кружков в отдельном списке. Свою фамилию здесь нашла и Надежда Завада. Когда писали послание, она училась в третьем классе, была отличницей. Сейчас работает методистом в родной школе. Я тогда была Смирнова, Надя. И, вы знаете, я как-то сомневалась, чи есть мой там прізвище, чи нет. Потому что я была мала, и мне мама говорила, Надя, там же ты записана. И думаю, так, это чи нет. Думаю, а если откроют капсулу, я же была уверена, что там мое имя. И все-таки там мое имя есть. В конце послания на путствие современным школьникам. В Юрьевской школе решили традицию не нарушать. И уже готовят текст послания следующему поколению. В нем отметят любимых педагогов и лучших учеников. Напишут пожелания. Спрячут в капсуле под той же бетонной плитой. Открыть ее должны в 2067 году, когда школе исполнится 100 лет. Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности – телеканал «Интер» Днепропетровская область. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова